Глава региона дал большое интервью главному редактору газеты «Кубанские новости» Елене Золотова и писателю Владимиру Рунову. Губернатор Край рассказал, какие отрасли экономики будут приоритетными в 2017-м и дал оценку работе своей команды. При нашей самой с вами первой встрече вы сказали о том, что вы собрали свою команду, которой даете 6 месяцев на реализацию задач, и по истечении этого срока будете принимать для себя решение. Прошло больше полутора лет, команда не изменилась. Можно ли сделать вывод, что команда оправдала ваше доверие? Я думаю, что команда, которая сегодня существует, претерпит изменения. Безусловно. Потому что еще раз подчеркиваю, что сегодняшние темпы, которые я задал, кто-то из коллег смог набрать эти темпы, а кто-то, конечно, исходя из сложностей, объективно проблем, проблематики, где-то чуть-чуть просел. Все выкладывались, но у каждого есть свой потолок. Но все равно должны прийти те, у которых все-таки получится. Поинтересовались журналисты и рабочим графиком губернатора, а также, когда руководитель края успевает ходить в спортзал и какие традиции есть в его семье. Скажите, пожалуйста, что у вас будет на новогоднем столе? Какое у вас любимое новогоднее блюдо, обязательное? Как бы, не странно, я очень люблю глупцы. Глупцы и наш добрый салат оливье. Я не сторонник каких-то там изысканных блюд. Я люблю обычную нашу, и это кубанскую кухню, народную кухню. Она самая вкусная, потому что она самая полезная, она самая натуральная. А что за бокалы вы поднимаете в Новый год? Это будет шампанское? Шампанское. Это традиционно шампанское. Абрау дюрсо. Большое интервью с губернатором края Вениамином Кондратьевым можно увидеть в эфире «Кубань-24» в 20.30. Субтитры создавал DimaTorzok